Сейчас эти люди диктуют правила в мире финансов. Мы прислушиваемся к их советам и стараемся учиться на их ошибках. Но мало кто из нас знает, как именно начинался путь известных миллиардеров. Ведь девятизначные цифры покорялись богачам не сразу. И чтобы добраться к денежной вершине, они прошли немалый путь. Какие стратегии приносят миллионы и на чем акцентируют внимание богатейшие люди на Земле? Вы узнаете прямо сейчас. Вы на канале Заметк Миллионера. Хотите забыть о бедности навсегда? Тогда скорее жмите кнопку подписаться. Уоррен Баффет Сейчас Баффет является главным кумиром всех покорителей фондовой биржи. А вот каких-то 84 года назад он был обычным мальчиком из Амахи. Его отец работал биржевым брокером, поэтому пока остальные дети играли в дворовой футбол, Уоррен вертелся на бирже, наблюдая за самыми сильными игроками. Еще ребенком он занялся инвестициями и свои первые акции купил в возрасте всего 11 лет. Парнишка приобрел три акции City Service Preferred по 38 долларов за каждую. При державых, несмотря на быстрое падение в цене до 27 долларов, Баффет их продал только тогда, когда стоимость акций выросла до 40 долларов. Это небольшая победа Баффета могла бы стать еще более значимой, если бы он выждал немного дольше, поскольку в итоге цена акции City Services Preferred достигла почти 200 долларов за штуку. Этот опыт стал важным финансовым уроком, благодаря которому он понял стратегию, на которую ориентируется и по сей день в своих инвестиционных решениях. Купи и держи. Благодаря деловой жилке к 16 годам Баффет сколотил приличное состояние в 53 тысячи долларов в пересчете на современные деньги. А после учебы, отработав менеджером по инвестициям в одной из компаний Нью-Йорка, Уоррен накопил состояние для открытия личного дела. И в 1956 году открыл в Омахе свою первую компанию – Buffett Partnership Ltd. На тот момент ему было всего 26 лет, и уже к 32 годам оборот прибыли в компании сделал Уоррена Баффета миллионером. По данным Forbes, в 2008 году он стал самым богатым человеком в мире с состоянием 62 миллиарда долларов. У Уоррена есть несколько правил, которые позволили ему достичь такого уровня успеха в инвестировании на фондовом рынке. Мы сразу же подойдем к некоторым принципам, которым следует 90-летний инвестор. Что касается инвестиций как таковых, то Уоррен Баффет говорит и любит повторять известную поговорку – не кладите все яйца в одну корзину. Помните, безопасных на 100% инвестиций не существует, и это важно для диверсификации. С точки зрения экономии, Баффет является экспертом в создании и организации хранения сбережений до планирования расходов. Поэтому я тоже советую откладывать средства до того, как вы начнете их тратить. Это очень просто, и такая тактика позволит сохранить ваш сберегательный проект. Уверен, многие из вас, вдохновившиеся историей успеха Уоррена Баффета, тоже задумались об инвестициях. Поэтому предлагаю вам обратить свое внимание на сервис Райт. Он успешно и абсолютно законно работает с 2016 года и создан специально для того, чтобы помочь желающим качественно сформировать свой инвестиционный портфель. Теперь вам не нужно будет разбираться в сотнях инвестиционных инструментах, графиках и формулах. За вас это сделает Райт. Робот проанализирует множество компаний по десяткам критериев и порекомендует самые надежные для вложений. К тому же, если вы все еще не решились покорять мир инвестиций, то вам все равно следует опробовать сервис и посмотреть своими глазами, от чего вы отказываетесь. Ведь Робот Райт абсолютно бесплатный, и уже тысячи инвесторов воспользовались его услугами. Так что переходите по ссылке в описании на сервис Райт, формируйте свой надежный инвестиционный портфель и начинайте зарабатывать как профессионалы. Джекма Один из самых ярких бизнесменов последнего времени, бывший учитель английского, основал Alibaba уже после того, как стал первым предпринимателем в Китае, освоившим интернет. Ведь начинал он с создания веб-сайтов. На сегодня Джекма является самым богатым человеком в Китае, а по всему миру его узнают по частным выступлениям на форумах и легкости общения с аудиторией, благодаря безупречному английскому. Первый миллион, благодаря Alibaba, Джек заработал в 35 лет, и уже через 10 лет стал миллиардером. На вопрос, как стать богатым, Ма отвечает, до 30. Работайте по найму в хорошей компании с хорошим боссом, чтобы понять, как вести бизнес. В 30 лет начните делать что-то свое. В 40 лет следует сосредоточиться на том, в чем вы особенно сильны. В 50 уделяйте внимание молодым, давая им шанс. Нам никто не давал шанс, мы должны давать шанс молодым. А после 60 лучше проводить время с внуками на пляже. И что бы вы ни делали, любите свое дело. Билл Гейтс. Основатель компании Майкрософт. Живой пример одной из самых головокружительных историй успеха. В возрасте 17 лет Гейтс был создателем предприятия Trev Odata, которое занималось компьютерным обеспечением движения городского транспорта в Сиэтле. А в 1973 году Билл стал студентом Гарвардского университета, первоначально думая о карьере в области права. Вскоре Гейтс покинул Гарвард, сосредоточив усилия на создании нового бизнеса. И в 1975 году Гейтс создал одну из самых успешных компаний мира – Майкрософт. Первый миллион он заработал, когда ему было всего 26, а уже через 5 лет он стал миллиардером. USA Today пишет, что Гейтс – это человек, который соревнуется даже в том, кто лучше устроит вечеринку, а в делах проявляет себя как решительный, боевой и безжалостный. Журнал Inc. описывает Гейтса как беспокойный сгусток энергии. Билл не стесняется делиться секретами успеха, а для будущих миллионеров он всегда выделяет три основных правила. Первое – привыкни к несправедливости жизни. Второе – взялся за дело – закончи. Никто не будет повышать твою самооценку, если ты сам в себе не уверен. Третье – все, чего ты хочешь добиться в жизни, придется заработать. Никто не станет платить тебе 60 тысяч долларов в год за красивые глаза, утверждает Гейтс. А перед тем, как продолжить и рассказать, кто же стал миллионером быстрее всех в мире, я хочу попросить вас поддержать это видео своим лайком. А также напомню, что на канале вышел небольшой документальный фильм про Роберта Киасаки, который можно посмотреть, перейдя по подсказке. Вы узнаете не только о молодости гуру финансов, но и о том, как Плейбой помог Роберту заработать свой первый миллион. Бернар Арно Богатейший человек Европы и офицер Ордена Почетного Легиона. Французский бизнесмен специализируется на люксовых брендах. Ведь нет лучшего способа заработать, чем продавать дорогие вещи богачам. В его холдинг входит любой товар потребления – от коньяка Хеннесси до модного дома Луи Виттон. О предметах роскоши Арно знал еще с детства. Его отец владел прибыльным бизнесом, а именно строительной компанией Ферет Савенел. С 7 лет Бернара Арно брали на посещение строительных площадок, чтобы показать работу, которая стоит за успешным бизнесом. Уже в 1976 году Арно фактически единолично возглавлял родительскую компанию, а в 27 он заработал первый миллион. Однако долго в зоне комфорта Бернар Арно оставаться не захотел. Он убедил отца продать строительную отрасль семейного бизнеса и сосредоточиться на рынке недвижимости. Так компания Ферет Савенел превратилась в Ференел – основу будущего капитала Арно. Она принесла Бернару к 48 годам более 100 миллиардов долларов и внесла его в список богатейших людей планеты. Сам Бернар утверждает – деньги лишь следствие. Я всегда говорю своей команде – не беспокойтесь о прибыльности. Если вы будете хорошо делать свою работу, рано или поздно прибыльность появится сама собой. И эти слова важны как никогда на пути к миллиону. Марк Цукерберг Основатель сети Facebook, которая сегодня стала одной из главных интернет-компаний и составляет серьезную конкуренцию Google, Apple и другим гигантам в сфере технологий. Именно Марку удалось побить рекорд стремительного обогащения, установленный Биллом Гейтсом. Ведь всего лишь в 22 года он заработал свой первый миллион и уже через год стал миллиардером. В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит провал не рисковать, утверждает Цукерберг. Риск и инновационные решения – вот ключ успеха, который помог парню так быстро прийти к заветному миллиону. Друзья, пишите в комментариях, к какому возрасту вы хотите заработать свой первый миллион и каким путем будете это делать. Самые интересные комменты попадут в следующий ролик. А также напомню о сервисе Райт, который абсолютно бесплатно поможет вам подобрать лучшие компании для инвестирования и сформировать ваш инвестиционный портфель. Ссылка на сервис Райт будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. У каждого из представленных сегодня миллиардеров был свой путь к богатству и финансовой независимости. Главное понять, что все они стремились не к деньгам, а старались изменить мир, пытались заниматься любимым делом и делали все для людей. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и близкими, ведь такая информация точно вдохновит их на новые свершения. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда получать самые полезные для вашего кошелька советы. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче.